В случае с Александром Поповым обещанного ждут не 3 года, а 15 лет. Именно столько строилась многоэтажка на улице Дмитриевская, Дамба в Краснодаре. Люди, купившие в этом доме квартиры в статусе обманутых дольщиков, жили страшно представить с 2003 по 2018 годы. Мне сейчас уже седьмой десяток, я пенсионер. Значит, начали, когда я вступил, мне было 47 лет. Сейчас в квартире полным ходом идет ремонт. Дом ввели в эксплуатацию. Еще немного и можно въезжать в по-настоящему долгожданное жилье. В прошлом году на Кубани ключи от квартир получили 40 тысяч дольщиков. В 2019 в Краснодарском крае сдать должны еще 12 долгостроев. Цифры озвучили на заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты прав обманутых дольщиков. Сейчас это одна из основных задач для региона. Пока мы не закроем целом проблему последнего обманутого дольщика, проблема считаться закрытой быть не может. Достраивать нужно. Унесли изменения в краевой закон, что не только земельными участками можем компенсировать инвестору, если он берется за достройку того или иного недостроя, и финансовыми, в том числе компенсациями. Конечно, это огромное бремя на бюджет краеву ложится, и мы просили помощи сегодня у федерального центра. Это способы, методы, еще раз подчеркиваю, коллеги, они должны увенчаться результатом. Количество их уменьшилось, дольщиков, конечно, обманутых. Пока последний, еще раз подчеркиваю, не получит квартиру. Никому наша статистика не интересна. Люди должны получить свои квартиры, свое жилье. С мертвой точки сдвинулось решение проблемы жилого комплекса «Ричхаус» в Краснодаре. Строить его начали еще в 2013 году. Сроки сдачи постоянно переносились. Сейчас решено. Все работы в доме завершат до конца года. Была проделана большая работа в последние полгода. В 2018 году и сейчас на последнее МВК озвучен был наш потенциальный новый инвестор, который забирает нас, выработано соглашение. Это соглашение прошло уже департамент строительства. Мы с ним ознакомились. Однако не все инвесторы одинаково помогают. Дольщики, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, рассказали губернатору о том, как некоторые компании на беде людей лишний раз пытаются извлечь прибыль. И это при том, что застройщикам, готовым доделать работу за своими недобросовестными коллегами, в качестве компенсации выделяют земельные участки. Соответствующий краевой закон был принят в прошлом году. Я хочу сказать по поводу того, почему не договорились наш застройщик и тот инвестор, который к нам приходил. Потому что слишком разнятся у них суммы. У одного 170 примерно миллионов, 150-170, а у того, кто приходил, она озвучила 430 миллионов. Это, конечно, большая разница. То есть ваш подход такой, что, в принципе, который пришел инвестор, он просто захотел заработать как минимум хорошо на этом подчете? Да, примерно так, да. Я с вами здесь согласен, я к своим коллегам говорю. Ну, мы же тогда договорились, что эту тему, она тоже прекращательна. Они должны вместе с нами, если они партнеры нам, с точки зрения пусть бизнеса, но партнеры власти, с точки зрения решения проблемы, тогда должны оставаться партнерами. Это не бизнес, еще раз подчеркиваю, не бизнес для них помочь нам достроить дома обманутых дольщиков. Не бизнес. Это партнерская поддержка. Главное, чтобы, конечно, они не в убытке были, но не на этом надо зарабатывать. Поэтому оценку сделайте независимой. Исходя из нее, при участии еще раз подчеркиваю дольщиков, из этого и исходите, какой инвестор придет. На данный момент в крае без инвестора остаются 55 долгостроев. Проблема в том, что некоторые дома просто невыгодно заканчивать. Есть примеры, когда для завершения объекта необходимо почти 2 миллиарда рублей. Эти деньги просто потерялись в карманах недобросовестных застройщиков. Жизнь таких мошенников всеми законными способами необходимо делать максимально некомфортной, считает Вениамин Кондратьев. Если мы, допустим, из краевого бюджета просто выделим средства инвестору на достройку, в порядке регресса мы можем взыскать потом с того или иного застройщика эту сумму. Они все в состоянии банкротства? Ну пусть всю жизнь будет банкротом этот человек тогда. В рамках приговора суда, если он будет признан виновным, мы банкротом его пожизненно сделаем. Все, что заработает, будет вращать в бюджет. Если они там сидят, они еще не боятся или на что-то надеются, у них даже надежда умереть. Для того, чтобы они каким-то образом выйдут из ситуации. Как нам минимизировать сегодня выделение средств из краевого бюджета на достройку этих домов проблемных, с учетом того, что есть имущество, как его продать и обвернуть государственную собственность? Уважаемый Вениамин Иванович, хотелось бы сначала ответить на Ваш вопрос о причинах. В большинстве случаев это хищение денежных средств. Об этом говорит 205 возбужденных уголовных дел в прошедшем году. Что касается возмещения денежных средств и в случае достройки или разрешения проблемного объекта за счет средств края, то по каждому уголовному делу, без исключения, установленное имущество, как непосредственно от застройщиков, так и лиц, аффилированных им. И оно в совершеннождении арестовано. В случае возмещения денежных средств потерпевшим причиненного ущерба путем достройки за счет инвестора, за счет администрации края, мы имеем потенциальное право на подачу регрессного иска и возмещение денежных средств в бюджет за счет имущества, арестованного по уголовному делу. Андрей Иванович, вот здесь поручите своим коллегам просчитать, насколько мы можем выручить имущество в случае, если, конечно, будет приговор, что да, обступившие в законные силы все решения, выручить денег от того имущества, которое сегодня арестовано у этих недобросовестных, мягко говоря, застройщиков. С правовым управлением департаментом и с финансистами отработаем этот вопрос. Конечно, наказать мошенников, которые, по сути, воруют деньги людей, нужно. Но также необходимо максимально быстро достраивать проблемные дома. Сейчас в реестре обманутых дольщиков на Кубани числится 2843 человека. И серьезное достижение, что эта цифра перестала расти. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.